Добрый день, любители рыбалки и активного отдыха! В последнее время весьма популярным плавсредством для рыбной ловли становится надувная байдарка. Безусловно, данный тип байдарки представляет собой современную конструкцию, разработанную для максимально комфортной рыбалки. Причем в разработке байдарки участвовали профессиональные рыболовы. Конечно, байдарка под названием фишкаяк меня сильно заинтересовала. Захотелось опробовать ее возможности на своем собственном опыте. Так как первые впечатления от применения мною уже получены, в этом видео я поделюсь ими с рыболовами. Это будет распаковка, а также моменты подготовки байдарки к эксплуатации и обзор возможностей в реальных условиях, то есть на воде. Но начну по порядку, ведь самое время ознакомиться с комплектацией фишкаяк. Байдарка и комплектующие к ней поставляются вот в таком оригинальном чехле. Чехол обладает ручкой для переноса, а также лямками, позволяющими превратить его в рюкзак, что безусловно очень удобно. Чехол исполнен из весьма прочного материала с прорезиненным основанием. Содержимое чехла фиксируется надежным замком на молнии. Расстегиваю замок и мы видим, что в комплекте присутствует разборное четырехсекционное алюминиевое весло. Именно такая конструкция байдарочного весла с разборными частями, на мой взгляд, наиболее удобна и предпочтительна. Четыре держателя для спиннинга. На самом деле спиннинговые держатели очень полезная опция, ведь их применение позволяет удобно расположить спиннинговые снасти в байдарке. Ремонтный набор в виде клея, расположенного в пластиковой емкости, а также ткань для ремонта. Обратите внимание, что все байдарочные опции легко и компактно располагаются в одном чехле. Сидение со спинкой Airdec или FISH-сидение. Состоит из двух частей, сидушки и спинки, что способствует наибольшему комфорту. Две дуги для большой полудеки или капюшона, установленного на байдарке. Данная опция в комплект не входит и заказывается отдельно. Вкладное дно высокого давления Airdec. Данное дно в комплект байдарки не входит. Я заказывал его также отдельно. И, наконец, сама байдарка FISH-каяк в сложенном виде. Вы, наверное, обратили внимание на тот момент, что некоторые опции, показанные в данном видео, в комплект байдарки не входят. Это обусловлено тем, что рыболов сам собирает наиболее предпочтительную для него комплектацию FISH-каяк. С минимальными опциями байдарка стоит дешевле, но при ее заказе можно опции расширить, а стоимость уже будет отличаться от базовой. На мой взгляд, такой подход наиболее практичен и позволит собрать, а также адаптировать под себя плавсредства наилучшим образом. С комплектацией и дополнительными опциями мы ознакомились. Далее произведу сборку и подготовку байдарки к эксплуатации. В первую очередь осуществляю накачку дна высокого давления специальным насосом. Насос модели NDV предназначен как раз для накачивания изделий из Airdec. Сам по себе насос ручной, оснащается манометром на ручке, идет как дополнительная опция. Стыкую переходник насоса с дном обычным способом и сразу начинаю накачивание воздухом. Накачивание насосом дна совершенно не напрягает и не является затратным по времени. Таким образом дно удается накачать буквально за пару минут. Иногда в процессе накачивания для лучшей стыковки придерживаю шланг насоса рукой. В результате дно высокого давления байдарки становится очень прочным и готовым к использованию. Вообще эта опция весьма практична, ведь рыбачить с байдарки с установленным надувным дном гораздо приятнее и более безопасно. Ведь в случае прокола баллона надувной пол не даст утонуть байдарке и будет держать ее на плаву. К тому же его можно использовать в качестве надувного матраса. Его удобно брать на природу и просто отдыхать на нем. Использовать как коврик для сна. Можно положить в большой палатке или под навесом. А в осеннее время года в качестве изоляции от холода и попавшей в байдарку воды. Далее накачиваю сидение и его спинку с помощью все того же НДВ насоса. Здесь процесс происходит еще быстрее. Буквально полминуты и комфортное сидение готово к установке на байдарку. В течение весьма короткого времени я подготовил пол, а также сидение к применению на фиш-каяк. Следующий этап заключается в подготовке самой байдарки к эксплуатации. Раскладываю байдарку в наиболее подходящем месте, чтобы было удобно накачать ее и подготовить к рыбалке. Кстати, отмечу, что длина байдарки составляет 360 см, ширина 94 см. Вес базового комплекта порядка 12 кг 500 г, диаметр баллона 30 см. Байдарка-фиш-каяк предназначена для эксплуатации одним человеком. Ее грузободъемность не превышает 190 кг. Качать байдарку я буду с помощью электрического насоса модели Браво МВ50С. Данный насос незаменимый помощник для быстрого накачивания баллонов лодок, байдарок и прочих изделий подобной тематики. Питание насоса производится от клемм, закрепленных на аккумуляторе под капотом. Насос оснащается 3-х метровым шнуром для более комфортного применения. Стыкую шланг насоса с клапаном баллона и фиксирую обратную сторону шланга с насосом. Далее активирую кнопкой насос и мы видим, что накачивание байдарки происходит весьма быстро. Такой подход наиболее удобен и производителем, нежели пользоваться стандартным ножным лодочным насосом. Слегка накачиваю оба баллона, чтобы придать некую форму, а затем укладываю уже накачанный пол внутрь байдарки. Здесь нужно постараться уложить пол наиболее пропорционально, не допуская его смещения. Уложив пол, продолжаю процесс накачивания, увеличивая давление в баллонах до рабочего состояния. Наполнение воздухом баллонов происходит на глазах, еще минута и будет готово. По итогу получаю практически готовую к рыбалке байдарку. Следующим действием устанавливаю на байдарку сидение. Отмечу, что действие это требует определенной сноровки и некоторых усилий. Для более надежной фиксации сидения с байдаркой необходимо протянуть специальные стержни между пазами материала сидения, а также байдарки. С первого раза процесс установки выглядит сложным, но уже на второй и третий раз такой тренировки сидение получается установить быстрее. Проще всего устанавливать сидение на слегка спущенные баллоны байдарки, а докачивать их после его установки. Сидение установлено, осталось только выставить спинку с помощью ремней, пристегнув их к байдарке через специальные металлические кольца. Ремни обладают регулируемым бегунком, для более удобной фиксации на байдарке. В завершающем этапе необходимо установить дуги, придав объем полудеки на байдарке. Для этого достаточно протянуть дугу через отверстие в ткани, поверх капюшона и закрыть липучкой. Дополнительно пристегнуть ремни через боковые металлические кольца, для лучшего натяжения. Вообще, капюшон является весьма важной опцией. Кроме выполнения своей основной задачи отбойника волн, он защищает от дождя и солнца уложенные под него вещи. К примеру, под капюшоном легко можно разместить среднего размера сумку, и расположить поверх нее еще много дополнительных вещей и рыболовных аксессуаров. Кроме этого, он увеличивает место в байдарке, ведь под ним образуется довольно большой полезный объем. При наличии двух таких капюшонов на байдарке, сделает ее применение наиболее функциональным для рыболова. В том случае, если вы увлекаетесь спиннинговой или поплавочной ловлей, есть смысл перед рыбалкой устанавливать на байдарку держатели удилища в виде пластиковых стаканов. Они легко фиксируются в специальных пазах, расположенных на баллонах байдарки. Таким образом, данный подход разгрузит руки, а также исключит прокол баллона неаккуратно брошенными крючками приманки в байдарке. Байдарка готова к тестированию на воде, осталось только собрать весло. Весло собираю обычным способом, стыкуя все четыре части в одну и соединяя кнопочным фиксатором. Обратите внимание, что для защиты от стекания воды, весло оборудовано с обоих сторон резиновой манжетой. Как раз манжеты на весле сделают минимальным попадание воды в байдарку в процессе гребли. Также на байдарке установлена интересная опция, а именно держатель весла на резинке. Держатель представляет собой сверхпрочную резинку, которая позволяет надежно зафиксировать весло на борту байдарки во время рыбалки или отдыха. Пользуясь данной опцией, можно не переживать за оставленное весло за бортом. Да и сама по себе опция очень удобна. Пришло время наиболее детально рассмотреть и протестировать возможности фишкаяк на воде. Для этого я направился на одно из загородных озер, захватив с собой легкий спиннинг, а в качестве приманок – воблеры. Хочется увидеть, насколько удобно будет ловить фишкаяк спиннингом. И все же моя задача в первую очередь – оценить ходовые качества байдарки, ведь озеро довольно сильно заросло по берегам травой. С помощью весла отталкиваюсь от берега и выхожу на травянистый участок озера. На лодке здесь весьма проблематично грести. Хотелось бы опробовать, как быстро байдарка сможет преодолеть эти заросли. Прошло буквально пару минут, как стало ясно, байдарка прекрасно проходит через ряды довольно плотной травы. Гребля двойным веслом в таких условиях ни в какое сравнение не идет с греблей классическим лодочным. Байдарка намного удобнее. Я очень быстро преодолел травянистую преграду и вышел на открытый участок воды. Со своей первой задачей байдарка справилась на твердую пятерку. К тому же сразу пришло понимание, что она легка в управлении и представляет собой мобильное плавсредство. Так как опыта управления подобными плавсредствами и греблей байдарочным веслом у меня до этого момента не было, конечно возникли довольно интересные ощущения. К такому типу гребли пришлось поначалу привыкать, но сразу отмечу, что в целом ощущения весьма комфортные. Сидеть расположившись на сидении фиш-каяк очень удобно, спина отдыхает. А в процессе гребли работают не только руки, но и весь корпус. Итак, я на месте и сейчас опробую удобство спиннинговой ловли с данного плавсредства. В этот раз задача моя не упираться в поиск и ловлю рыбы, но опробовать сам подход к ловле. Заброс 4-граммовой приманки из сидячего положения у меня получилось осуществить без каких-либо проблем. Приманка летит от байдарки на приличное расстояние, а забросу совершенно ничего не мешает. Теперь оперативно меняю место, укладываю спиннинг в держатель и быстро передвигаюсь к следующей точке. Байдарка весьма шустро идет по воде и быстро оказывается в намеченном месте водоема. Достаю спиннинг из стакана и совершаю новый заброс. В общем, я провел на озере в байдарке порядка 3-х часов и за это время не ощутил какого-либо неудобства или усталости. Совершать забросы и заниматься спиннинговой ловлей с байдарки вполне комфортно, а также интересно. Именно такая рыбалка с применением современной байдарки под названием фиш-каяк позволит взглянуть на ловлю действительно по-другому. К тому же конструкция и форма байдарки способствует наиболее легкой высадке на берег даже в довольно неудобных условиях. Это обусловлено мобильными возможностями плавсредства и возможностью подстроиться под береговые особенности. А сейчас самое время переместиться в новое место и продолжить тестирование байдарки. На этот раз это будет лесная речка под названием Просница. Здесь уже в отличие от озера есть свои особенности. Безусловно, будет полезно опробовать возможности байдарки в этих местах. Кроме обилия кувшинок на поверхности воды, берега ее заросли растением под названием хвощ, который в некоторых случаях представляет собой довольно густые заросли. Настал момент для проведения нового испытания байдарки, а именно преодоления зарослей хвоща. Мне точно известно из опыта, что на обычной грибной одной или двухместной лодке сделать это практически невозможно. Я направил байдарку в заросли, теперь остается только наблюдать, получится ли пройти через данное препятствие. Поначалу, соприкоснувшись с зарослями, байдарка шла довольно легко, но чем глубже она погружалась в траву, тем большим становилось напряжение. На руки и корпус при гребле. И все же, усилив напор, мне удалось пройти эти заросли довольно быстро, что меня, конечно, очень даже порадовало. Как мы видим, байдарка с легкостью справилась с этой задачей и успешно прошла испытания. Ведь иногда в процессе рыбалки возникают ситуации, когда нужно быстро пройти через подобные естественные препятствия и продолжить ловлю в новых условиях. Вообще, фиш-каяк является весьма универсальным плавсредством. Иными словами, его можно применять не только для рыбной ловли, но и просто для активного отдыха на воде. К примеру, все так же путешествуя и исследуя подобные лесные реки, можно получить максимум удовольствия от моментов такого сплава. В процессе гребли руки и корпус устают не сильно, но при этом байдарка весьма быстро передвигается по спокойной воде. Ее скорость точно быстрее обычной гребной лодки из ПВХ, а передвигаться намного комфортней, наслаждаясь видами природы. Сидение и спинка, установленные на байдарке, способствуют расслаблению тела и даже некому релаксу в процессе движения. При кажущейся небольшой ширине в 94 см байдарка обладает хорошей устойчивостью. За несколько выездов и путешествий по водоемам она ни разу не перевернулась. Высококачественный европейский материал ПВХ, из которого произведен фиш-каяк, обладает повышенной прочностью. Нужно приложить хорошее усилие, чтобы его проколоть. Конечно, данный обзор не был бы полным без тестирования байдарки в более крупном водоеме. Для этого я направился к реке под названием Вятка, чтобы опробовать возможности фиш-каяк на одном из речных участков. Река в этом месте довольно широкая и обладает средним течением, что как раз подходит для объективного тестирования. Для начала я решил попробовать доплыть до противоположного берега и отследить, насколько быстро мне это удастся. Отмечу, что после нескольких выездов на байдарке в другие водоемы, с байдарочным веслом я стал управляться более уверенно. Безусловно, такой подход положительно влияет на скорость движения байдарки. Ширина реки в этом месте порядка 250 метров. Я прошел это расстояние буквально за 5-7 минут. Коснувшись веслом песка и сев на прибрежную отмель, снова возвращаюсь обратно, чтобы на этот раз исследовать обрывистый берег, заваленный упавшими в воду деревьями. При движении через реку байдарка идет весьма легко и уверенно. Не ощущается какого-либо напряжения или препятствий в моменты гребли. Причаливаю к обрывистому берегу и делаю вывод, что с помощью байдарки в таких местах с закоряженными берегами можно вполне успешно организовать водную ходовую рыбалку со спиннингом. Ведь конструкция и возможности байдарки позволят очень быстро перемещаться по таким крепким местам в поисках хищника. Тем самым появляется возможность быстрого облова мест, которые недоступны с берега по той или иной причине. Сейчас я иду на байдарке против течения, хоть оно и не самое быстрое, все же здесь я не раз ходил на весельной лодке. И надо отметить, что от гребли лодочным веслом устается. Да и скорость двухместной лодки из ПВХ оставляет желать лучшего. Фишкаяк в данном месте снова показал себя с хорошей позицией. Уверенно и легко идет против течения и на греблю байдарочным веслом затрачивается не так много усилий. Вообще, ради безопасности я, конечно, рекомендую все же выходить на байдарке на большую реку с течением в страховочном жилете. Мало ли что. Как вариант, можно применять для этой задачи надувной страховочный жилет от компании Time Trial. Жилет в сдутом состоянии весьма компактен и занимает совсем немного места. Он элементарно надувается ртом до рабочего состояния и конструктивно состоит из раздельных надувных немкостей, которые придают жилету дополнительную безопасность. Жилет легко можно надеть на тело, а в процессе гребли он не мешает. В нем довольно комфортно находиться. Данное видео подходит своему логическому завершению. В нем я постарался высказать свое мнение о фишкаяк как можно более детально и объективно. Добавлю, что байдарка мне понравилась, ведь она представляет собой современное, необычное, мобильное и весьма удобное плавсредство, которое подойдет как для рыбалки, так и отдыха на любом водоеме. На этом все. Я желаю вам удачи и всего самого наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok